Ну вот и мы. Я в эфире. Не знаю, есть тут кто-то уже. 3.59. Мы пытаемся все установить как надо. Джон говорит, все нормально, все работает. Это была нелегкая задача для меня и для Келли. Она мне помогает все организовать здесь. Итак, просто хочется использовать это время для того, чтобы побыть с вами, так как выходить нельзя. Мы не можем играть концерты, так что я хочу пообщаться с вами, насколько я смогу, и ответить также на вопросы. Немного нервничаю насчет всего этого. Это мой первый стрим в прямом эфире на Ютьюбе, поэтому простите меня, если я буду немножко запинаться. Я думаю... О, привет. Привет, Робин из Мехико, из Мексики. Эльберт Джонс, привет из Йоркшира, из Великобритании. Первый человек, кто подключился. Или я заметил по меньшей мере, как тут отмечено. Итак, мы дома, в Нэшвилле, в штате Теннесси. И вообще-то я должен был играть в субботу вечером здесь, в Нэшвилле, в клубе Ли Сэдден Линдзли, но концерт отменили по понятным причинам. Я его не отменял, я бы пошел и отыграл, просто для вашей информации. Но люди нервничают. Привет из Северной Каролины. Привет, Робин и все из Лос-Анджелеса. От Хавьера. Спасибо. Привет из Атланты. Привет из Коломбия, из Южной Америки. Очень люблю людей оттуда. Одно из моих самых лучших впечатлений это в Южной Америке, это точно. Так, надеюсь, стрим передает картинку нормально. Я бы начал с вопросов. Смотрел вас с Биллом Эвансом, ваш концерт Лугана. Вы оба, по-видимому, перенимаете друг от друга самое лучшее. Хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом. Да, это точно. Мы с Биллом. Мы только что выпустили наш второй с ним альбом. Скорее всего, до июля он не выйдет, но мы сделали 300 копий для Японии. Нам надо было ехать в Японию. Выезжать 4 апреля, играть в Токио и в Нагое. Но я не уверен, что это вообще случится. Келли сделал дизайн для обложки. Билл Эванс, Робин Форд, Дэрил Джонс, Кит Карлок. Называется Common Ground. Вы не можете это прочитать. В любом случае, это мой новый альбом, мой Билла. Скорее всего, он не будет формально выпущен до конца июля. Он будет выпущен на лейбле Эра. Тот же лейбл, который выпустил наш последний CD и мой последний CD, который назывался Purple House. Да, мы очень хорошо чувствуем друг друга в музыкальном плане. И для меня это интересно. Играть с такими людьми, как Билл, Дэрил Джонс на бас-гитаре из Rolling Stones. Это, конечно. Он играл с Майлсом Дэвисом, так же, как и Билл, и так же, как и я. И Кит Карлок на барабанах, он один из больших барабанщиков. Просто великолепен. Кит тоже живет на нашу ли, между прочим. В любом случае, это прекрасно. Давайте посмотрим, что тут у нас дальше. Привет, Форд из Меридо, Мексика. Привет из Хельсинки, Финляндия. Привет из самоизоляции из Нью-Джерсии. Да, у нас тут тоже самоизоляция. Майкл Костелла, ты думаешь, что тут по порядку все идет? Да. Извиняюсь, если я пропустил кого-то. У нас тут вопрос от Брэндона Калвио. Можете ли вы рассказать о вашей игре вне тональности, как в песне City Life? Я всегда был заинтриг в Гоан этой песней. Я должен признаться вам, я не помню ее. И тот альбом, он не был вообще-то моим альбомом. Это была запись другого музыканта. Она была выпущена как альбом City Life, Робин Форд, но это не так. Я действительно не помню эту музыку. Прошу прощения. Но игра вне тональности, тут недопонимание. Ты никогда не играешь за рамками, ты играешь разными гаммами, обыгрывая аккорды в более широкой трактовке. Например, ты можешь играть последовательность 1-6-2-5 поверх одного аккорда. Это будет звучать как игра вне тональности, но ты просто накладываешь аккорды друг на друга. Для меня, конечно, большая часть из этого, это уменьшенная гамма. Очередование полутон-тон, которую я использую в своей игре, достаточно свободно. Не знаю, что еще об этом сказать. Спасибо за вопрос. Давайте посмотрим. Игра вне тональности. Адам Ките. Привет, Робин, ты делаешь какие-то упражнения перед концертом, чтобы быть готовым? Я разогреваю свой голос. Я думаю, что до того, как начнется шоу, я уже должен быть готов. Это что-то типа комбинации некоторых вещей. Например, я играю относительно простые вещи. Мне нравится показать, как играют другие участники группы, чтобы снять с меня нагрузку. Я разогреваюсь немного, но у меня нет каких-то специальных упражнений. Я должен признать. И я скажу вам так, мой друг Дэн Марк, классный гитарист из Сиэтла. Я помню, как он сказал в группе студентов. Он сказал, вы играете то, что вы играете, когда вы упражняетесь. Поэтому, если вы упражняетесь, то хорошо было бы играть какие-то очень простые разогревающие упражнения. Но после этого надо работать над тем, что вы будете играть. Лики, мелодические линии. Все должно быть мелодично. Иногда просто играть намного быстрее. Это как сочинять музыку прямо во время игры. Питер Фишер, привет из Молхайма, Джермании. Я кого-то пропустил? Ритмические идеи в вашей игре с концерта в Хавиере. Наверное, украдены у других музыкантов? Подожди. Мне бы хотелось узнать, у каких музыкантов вы обычно воруете? Лично я испытываю гордость за свою игру в ритм-партии. Потому что я никогда по-настоящему не обучался игре в ритм-партии. Как слушать, как играют другие люди, играть так же, я никогда этого не делал. Я учился на таких музыкантах, как Майкл Блумфилд, Биби Кинг, просто слушал, как они играют. Майк Блумфилд в основном. Также Эрик Клэптон оказал очень большое влияние. Ритм-партии, я не знаю, я просто начал их играть и все. Я просто начал их играть. Потому что ты слышал, как играют другие. Ты слышал других. Это просто происходит само собой. Я никогда не упражнялся в этом. Я просто очень много играл. И Хендрикс тоже. Позднее я обнаружил, что я играю в его стиле. Не потому что я упражнялся в этом. А просто потому что я его слушал так много, что это стало проявляться в моей игре. Самая важная вещь, я думаю, это возможность много играть. Много слушать и много играть. Это две самые важные вещи, которые ты можешь сделать. Слушать и играть, слушать и играть, слушать и играть. И играть с другими людьми в группе. Это супер важно. Пытаюсь разучить чертову гамму Кевин Гарнер. Есть какие-то секреты, кроме того, что надо упражняться? Надо много играть. Надо подталкивать себя делать вещи, в которых ты не уверен. Например, я всегда жил по принципу «не бояться выглядеть глупо». Не бояться выглядеть дураком. Не бояться, когда сыграю что-то не то. Упс, это не я. Так же, играйте простые вещи. Вам не надо играть как Джон Колтрейн. Я не знаю, были ли когда-нибудь у меня мысли, что я смогу когда-нибудь играть как Колтрейн. Я сильно сомневаюсь, что у меня вообще могли быть такие глупые мысли. Конечно, я слышал очень много Колтрейна. И в какой-то момент я перестал соревноваться. Перестал пытаться звучать как кто-то еще. Я перестал пытаться стать тем, кем я не являлся. Чтобы стать тем музыкантом, кто ты есть, например, блюзовым гитаристом, как я, и не как Колтрейном, кто... Я слушал столько много джаза, больше, чем любой другой музыки, это точно. Записи Майлза Дэвиса больше, чем других. Вся эта музыка, она по большей части, она выше моего понимания. Она загадка для меня. Но ты берешь от нее что-то, какое-то ощущение, ее ритм, и применяешь это в том, что имеет смысл для тебя. В моем случае, в относительно несложной музыке, в блюзовой, ориентированной на ритм и блюз. Я потратил много времени, развивая себя как композитор-песенник, чтобы сочинять песни, чтобы у меня было что-то, что я могу играть. Своё, вместо того, чтобы играть чужую музыку. Я начал этим заниматься очень рано. И больше после выхода альбома Talk To Your Daughter, который вышел в 1989-м. С того момента я по-настоящему углубился в написание песен, развиваясь в этом направлении. Потому что я не хотел быть кавер-группой. Я хотел быть собой, а не кавер-бэндом, и все время хотел новой музыки, новой музыки. Люди скучают по моим старым вещам, но мне надо что-то новое. Поэтому развитие себя как музыканта. Что там у нас дальше? Недавно я слушал песню Пола Дезмонда «I get a kid out of you». Я перепрыгнул из другого сообщения. О, так хорошо. Вы большой молодец. Звучало это по-импрессионистке. Я знаю, что Пол Дезмонт оказал на вас влияние. До какой степени? Вы вдохновляетесь французским импрессионизмом? Прекрасный вопрос. Откуда вы? Он тут не сказан. Да, послушайте соло Джима Холла. Все вещи Пола Дезмонда, конечно, но Джим Холл. Из-за той записи я узнал про Джима Холла. Стал Джима Холликом. Что это было за песня? Like someone in love на альбоме Desmond Blue. Моя любимая. И да, звучит как импрессионизм. Как музыкальный импрессионизм, да. И про вдохновление французским импрессионизмом. Это всегда была моя любимая форма искусства. Изобразительного искусства. Мои любимые художники и композиторы в классической музыке и в изобразительном искусстве это французы. Мой любимый композитор Равель Дебюси, пожалуй, на втором месте. И любимый художник это Матис. Был период, когда я был большим фанатом Пабло Пикассо. Он испанец, испанец, научился и начинал во Франции. В Париже. И Дега. Я люблю Дега. Великолепно. И Ренуар. Поэтому я действительно чувствую, что живопись, как мы говорили ранее, ты слушаешь и играешь, слушаешь и играешь, а здесь ты смотришь и рисуешь. В основе всего этого лежит чувство. Если ты знаешь, как играть мажорную гамму, если ты знаешь, как играть все семь ладов и знаешь большинство необходимых тебе аккордов, то ты просто берешь все эти ингредиенты. Это точно так же, как ты открываешь свой холодильник. Окей, у нас тут есть сельдерей, то есть это. И ты готовишь пищу. Прекрасный вопрос. Большое спасибо. Привет из Санта-Инес. О, пропущенный вопрос от Джонса. Был ли период в вашем раннем творчестве, когда вы поняли, что уже не думаете, где вы находитесь на грифе, и думали ли вы о том, каким образом вы достигли такого уровня беглости? Это просто мне знакомо как карта. Когда вы едете на машине по сложному маршруту к своей цели, все точно так же. Играя на гитаре, вы знакомитесь с маршрутом. Я беру ноту на струне, и я знаю, как она будет звучать на расстоянии в один тон от этого места. Опять же, для меня, я играю простую музыку, я не усложняю. Она не течет слишком быстро. И это как сочинять музыку, только немного быстрее. И, конечно, есть то, что ты играешь по привычке, снова и снова. И ты уже можешь это твердо использовать. Просто позволяешь музыке течь. Ты просто начинаешь играть. И дальше ты смотришь. Ты чувствуешь, что именно тебе надо играть. Трудно говорить о таких вещах. Я самоучка. Так я учился играть. Это лучшее, что я могу делать сегодня. Спасибо. Лидо Родригес, можете рассказать о том, как вы одновременно играете и поете? Меняет ли это ваши ритм партии, чтобы совпадать с вокальной линией? Я могу сказать, что это очень тяжело. Очень тяжело это делать. Я смотрю иногда в виде самого себя, где я пою иногда, и я вижу, что там я напряженно думаю. Думаю о игре, и пою слова этой песни, и в каком-то смысле... Одно мешает другому. Я делаю все от меня зависящее, чтобы не было разрыва между пением и игрой. Это требует неимоверного количества концентрации. Это действительно так. Это сложно. Я не думаю, что это надо делать. Я думаю, это плохая идея. Я думаю, что лучше иметь вокалиста и играть на гитаре. Или петь, и пусть кто-то другой играет на гитаре. И играет в то время, когда ты не поешь. Я действительно так думаю. Я играл и пел на протяжении моей жизни, и в конце концов я застрял в этом. Но я люблю, когда весь бэнд поддерживает меня, и когда играет. Так что мне не надо играть, пока я пою. И я знаю, что все будет нормально. Это реально отвлекает. Очень сильно. Одно отвлекает от другого. В моем случае гитара всегда превалирует. Для меня это всегда лучше. А вокал это то, что я пытаюсь сделать в то время, пока я играю. Это тяжело. Я не советую так делать. Так как я это делаю, это очень тяжело. Лучше пусть кто-то играет, пока ты поешь, и ты потом можешь играть. Честно говоря, такой бы был у меня сын. Травис W. Ваша духовная жизнь, она влияет на вашу игру? Вау, все эти вещи включают одно в другое. Такой глубокий вопрос. Медитация. Я помню, что как-то я сказал, что медитация это то, что позволяет тебе понять, чего ты именно хочешь. Она создает ощущение пространства и ощущение уверенности в том, что ты можешь положиться на самого себя. И ты расслабляешься. Ты учишься расслабляться в пространстве, что позволяет тебе делать все остальное. Все происходит из этого, из пространства и расслабленности. Что, по-моему, в своей основе есть медитация. Это расширяет тебя. Ты переживаешь пространство в большем масштабе, чем в обычном состоянии. И это привносит в твою жизнь пространство. Меньше страха, меньше напряжения. Духовная жизнь, лучше сказать, духовная практика. Моя духовная практика, это форма буддийской медитации. Она очень простая. И она становится все проще и проще. И это открывает пространство для исследований. Начинаешь меньше бояться, что выглядишь глупо, как Келли сейчас сказала. Я очень хороший в этом. Майкл Какридонос. Майкл Какридонос. Грек, наверное. В уменьшенной гамме, есть ли у вас какие-то специальные места, с которых вы начинаете и оканчиваете фразу, например, с квинты или с тоники аккорда? Знаете, я думал об этом, о том, кто относится к этому совсем недавно. Я блюзовый гитарист. Я использую одни и те же рабочие точки. Рабочие в смысле, откуда я начинаю. Я начинаю с блюзового лика. Уменьшенная гамма, она отлично работает для обыгрывания септаккордов. Обычный соль-доминат септаккорд. Вы можете играть по верхнему уменьшенную гамму, так? Все эти ноты, которые некоторые скажут, что они звучат мимо, там только пониженная девятая ступень, которая выведет кого-то из равновесия. Пониженная секунда. Ваша вторая ступень. Это единственная нота во всей гамме, которая может заставить некоторых сказать, что? И существует уменьшенная арпеджия, начинающаяся опять в тональности соль. Уменьшенная арпеджия соль, си бемоль, ре бемоль и так далее по минорным терцам. Вверх на полутонам, минорная терция, понимаете? И готово. Вы можете двигать их по минорным терцам, так? Можете экспериментировать с этим. И вы возвращаетесь в... Потому что вы знаете, что вы в тональности соль. И гамма соль доминант септаккорда, это гамма до мажор. Или миксолидискила. Я всегда называю его просто гамма соль доминант септаккорда. Это звучание есть то, куда вы приземляетесь. Основные ноты трезвучия. Основные ноты трезвучия это то, куда вы приземляетесь. И есть такие чудесные вещи, которые вы можете делать, как, например, бенд, пониженный пятый ступенек, натуральный пятый, и вы прямо играете уменьшенную гамму, правильно? Просто подтягиваете ре бемоль к ре, это уменьшенная гамма. Или си бемоль, что есть в минорной терции от соль до си, до мажорной терции соль. Уменьшенная гамма, полтона, да? Дальше целый тон и опять полтона. И просто используйте аккорд как отправную точку, как ориентир. Как вы и сказали, квинту или это была тоника, не могу найти. Тоник, это было? Не могу найти. Сообщение пропало, не вижу. А, не важно. Я думаю, мы ответили на вопрос. А, от квинты до тоники аккорда, точно. Как насчет от пониженной квинты до тоники аккорда? Минорная терция, пониженная квинта, шестая, тоника. Я не знаю, просто экспериментируйте с этим. Что там дальше? Джей Маклевен. Джей Маклевен, расскажите о ваших ранних годах обучения на гитаре. Как много вы занимались, как вы занимались? Было ли вам так же трудно, как и нам? Или вы родились, играя на гитаре? Я думаю, что гитара это мой настоящий инструмент, потому что первым был саксофон. Я учился читать ноты и ритмические рисунки, начиная с десяти лет. Учил ноту и нотную запись. Но гитара, мой отец показал мне первые несколько аккордов. И найти пентатонику было на грифе несложно. Гитара настроена по пентатонике. То есть это вот прямо там. Вы просто играете ноты в другом порядке, чем порядок, по которому расположены струны. И слушая Майка Блумфилда, он меня просто поразил. И потом я начал слушать больше и больше блюза, который был проще, чем то, что играл Майк. Майк Блумфилд был первым блюзовым виртуозом. По меньшей мере, о нем слышали. Он обратил наше внимание на блюзовую электрогитару. Донес это до других людей. Он для меня является точкой отсчета. Пентатонические гаммы это несложная вещь, чтобы воспринимать их на слух. И потом еще остается еще пара других нот. Мажорная секста. Он ее тоже использовал. Мажорная минорная терция, пониженная пятая, конечно, бенды. Первоначально для меня это было просто играть, 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 пытаться найти, как сыграть то, что играли другие блюзовые гитаристы. Не то, что играл Джон Коултрейн. Так я начал играть. Затем я обнаружил, что я не знаю никаких аккордов, кроме основных открытых комбойских аккордов. И нон-аккорды с девятой ступенью. И я приобрел книгу и выучил аккорды по книжке. Стал их играть в блюзовом контексте. И потом я понял, что не имею понятия, что играть поверх этих аккордов. Как обыграть аккорд, секст-аккорд с пониженной девятой ступенью. Вот такие вещи. Я взял книжку, выучил гамму из этой книжки и начал их применять. Точно так же, как пентатонику в блюзе. Это ключевой момент. Это было ключом для меня. Я просто играл альтерированные вещи, так же, как я играл блюз. И, конечно, то, что я слушал знаменитых джазовых исполнителей, я начал разбирать. Я начал слышать, о, это... Я не знал, как это называется. Мелодический минор на полтона выше. В альтерированном аккорде. Но я не знал, как он называется. Мне пришлось просто выучить это. Я начал играть, понимаете? Это моя история в двух словах. Вопрос от Ила Фьюгета. Если у вас какой-то специальный подход к написанию песен, какой-то специальный софт, программное обеспечение, что помогает этому процессу. У меня даже нет записывающего оборудования. Я раньше... У меня раньше было... Я раньше делал домашние записи, демо-записи. Писал песни, делал демо и все такое. В какой-то момент я понял, что я трачу больше времени на изготовление демо-записи, чем на сочнение песен. И для меня это... Я олдскул. Честно говоря, для меня заняло очень много времени перейти от шариковой ручки и пэда к написанию на компьютере. Записки, знаете, приложение Note. Я его сейчас использую для написания текстов. Не пользуюсь больше ручкой бумаги. Но раньше я пользовался ручкой только синими чернилами. Кто-то мне сказал насчет этого. И гитара. И гитара. Все альбомы, которые я когда-либо выпустил, я придумал, сидя на диване с гитарой и с чем-то, на чем можно писать. И раньше это была ручкой бумага. Так что мой подход к написанию песен, это вы берете любую небольшую идею, если я пишу песню, текст. Мне на тексты уходит намного больше времени, чем на написание музыки. Музыка относительно простая, она приходит достаточно легко. Ты просто что-то играешь. Если не нравится, меняешь, делаешь по-другому. Реально, просто много экспериментируешь с этим. Даже в последовательности из четырех аккордов, я делаю несколько перестановок, улучшая ее раз за разом. Эту последовательность аккордов. Я мог бы даже все свести к одному аккорду, начиная с четырех. Но это так просто, там нет никакой сложности. Я люблю все сравнивать с весом и размером. Это очень тяжело здесь. Или тут слишком легкое все. Этот аккорд, нет. Другой бы там услышал яркий мажорный аккорд, но мне надо что-то более темное, теплое, глубокое. Более грустное, понимаете? Я просто нащупываю то, что мне надо через белые клавиши на фортепиано. Просто белые клавиши на фортепиано. Что там? Напомни о курсе на True Fire. О, кстати, да точно. У меня есть курс по написанию песен о True Fire. Если вы знаете о True Fire, truefire.com, у меня там есть учебный курс. Вообще-то два. Еще один скоро выйдет. Но один там уже есть. Там я очень много говорю об этих вещах. Будет очень здорово, если вы найдете этот курс на True Fire. Намного больше будет рассказано там на протяжении большего периода времени, чем то, что я могу здесь. Ну да, я пользуюсь, нащупываю чувствами для написания песен, и это занимает много времени, занимает очень много времени. Я нашел в одном из ваших интервью, что вы учились по книжке «Джазовые аккорды» и «Гармония». Вы не помните, что это была за книга? Да, и мы только недавно об этом говорили. Книга о джазовых аккордах – это книга Микки Бейкера, «Джаз Том 1». И я написал свою собственную книгу, называется «Ритм Блюз». Я думаю, она была выпущена Хал Леонард очень давно. И в основном это было… Я просто взял все от Микки Бейкера и внедрил это в свой стиль. Это аккордовые и блюзовые прогрессии, как я их применял, в том контексте, что я выучил от Микки Бейкера. В то время я играл с «Чарльзом Маслл Вайт», «Чикаго Блюкс Бэнд», и я просто брал эти аккорды, то, что я выучил, и применял их в 12-тактовом блюзе. Так что да, есть моя книга, звучит, как будто я тут продавец. Моя книга «Ритм Блюз», она вам покажет, как я использовал в своей музыке то, что было у Микки Бейкера, но Микки Бейкер, я вам тоже ее рекомендую, скорее всего, даже вместо моей книги. Моя книга, в каком-то смысле, это одно и то же, но в блюзовом контексте. Джефф Маккерлин, привет всем, не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться. Мой дорогой друг Джефф Маккерлин смотрит нас и помогает сделать правильный видеокаст. Спасибо, Джефф, гитарист, мы вместе записывались с ней в ликтур. Можете вы рассказать о паре своих Гибсонов? Прямо позади меня, это Эпифон Ривьера 1965 года. Ты хочешь, чтобы я их показал? Конечно. Мыши, у нас проблемы с мышами. Давай красную. Это гитара из моей коллекции, на которой я меньше всего играю. Итак, это 1964 год, Гибсон 355. Такая же была у Биби Кинга. Когда я видел Биби Кинга, он играл на такой же, но может вы заметили, у нее был раньше Бигсби вибратор. Вообще-то это не был Бигсби, это была гибсоновская тремоло Vibrolo Liar, называется Liar, красивая белая металлическая полоса с красивым дизайном, рычагом тремоло, с перламутровой ручкой, очень красивая. У меня заняло очень много времени, чтобы в конце концов сделать это и внести эти изменения в конструкцию, снять ее. До сих пор я не уверен, надо ли было это делать, но гитара стала звучать лучше. Я отключил вот это, его больше нет, вытащил его, но она тяжелая. Звукосниматели звучат лучше без этих всяких штук. Прекрасная классическая голова, накладка грифа из черного дерева для меня. Знаете, Биби Кинг это единственный человек, кого я слышал, у кого эта гитара по-настоящему звучала отлично. Больше никто... Люди не играют на такой гитаре. Честно говоря, лучшее применение было бы с нейлоновыми струнами в качестве джазового инструмента. Я ее использовал во время совместного тура с Филом Лэш в 2000 году. Может некоторые слышали. Так или иначе я ее очень люблю, она великолепна. Эпифон тоже покажем? Давайте на Эпифон тоже посмотрим. Эту гитару я использовал намного больше все эти годы. В частности, на моем альбоме Bringing It Back Home. На всем альбоме звучит только эта единственная гитара. Это Эпифон Ривьера 1965 года. На ней был Бигсби с рычагом тремоло. Я здесь тоже поменял. Поставил стоптейл бридж. Вот эти гитары в очень хорошем состоянии. Я никогда не брал их надолго в туры. У нее палисандровая накладка и немного другая инкрустация. Считается, что это Гибсон 335 с головой Эпифона. Компания принадлежит Гибсону. И также у нее мини-хамбакеры. И я их предпочитаю. Предпочитаю их, чем 335. По мне они более блюзовые. Более передают звук дерева. Я люблю, как они звучат. Кроме них, я играю на Леспоах. Я это делаю. И модель Робин Форд. Она поменяла свой облик со своего оригинального, который в каком-то смысле был родственник вот той гитары, с накладкой черного дерева, с двойным вырезом деки, ведущим по верхнему ладам с пустотами внутри. В конце концов, она практически превратилась в Леспоах. С двойным вырезом, с дизайном даблкатовой. Леспоа для меня... Если бы у меня был один супер-классный Леспоа, я все еще выбираю из всех Леспоа, на чем играю, чтобы найти самый классный. Я люблю галттопы. Все, что у меня были, я люблю. На одном стояли P90, звукосниматели P90. На другой я поставил хамбакеры, которые я замодил, изменил. Но я все еще не был полностью удовлетворен. Поэтому я все еще в поиске. Я поражен таким большим музыкальным словарем, каким вы владеете. Какой у вас подход к обучению языку тех, кто повлиял на вас в музыкальном плане? Я слышу в вашей игре цитаты из ранних исполнителей и блюза джаза боба. Но всегда это звучит, как будто это вы. Спасибо большое. Язык, который вы имеете в виду, это музыкальный язык. Я думаю, вы сказали обучение языку тех, кто повлиял на вас. Вы поэт, очень художественно. Для меня это слушать и находить это на гитаре. Слушать и находить, слушать и находить. Если вы не можете это найти, вы найдете что-то другое, потому что вы пытаетесь это сделать. Вы пытаетесь сыграть что-то, что звучало бы как то, что вы ищете. И эти музыкальные влияния, они просто проникают в вас. Вы в каком-то смысле… Вы передаете их, пропуская через себя, настолько хорошо, насколько вы можете. И в случае со мной я слушаю очень много саксофонной музыки и играю на гитаре. Поэтому, когда я играю как саксофонисты, которых я слушаю, это звучит так, как будто я играю в большей степени, потому что я играю на гитаре, а не на саксофоне. Даже если я играю очень похожие пассажи, которые я слышал у саксофонистов, они звучат по-другому, потому что звучит как гитара, громко. И те, кто на меня влияет в музыкальном плане, в большей степени – это духовики. И это то, что помогает вам приобрести свое собственное звучание, индивидуальное, слушать различные инструменты и пробовать сыграть. Я большой поклонник… Я на тот вопрос отвечаю? Фабио Морье. Морье. Я когда-то был очень хорош в этом. Привет, Робин, я большой поклонник. Считаете ли вы, что необходимо знать нотную запись? Особенно ритмические рисунки, а не только аккордовые обозначения гитаристам. Насколько это важно? Хотелось бы узнать ваше мнение. А у меня есть что сказать? Я еще раз убедился в том, что я прав. И об этом говорил с людьми. В Колорадо есть ежегодный гитарный фестиваль. Называется Guitar Town. Я там участвовал два или три раза. Там гитаристы собираются на три дня, проводят время вместе, общаются. Один из них был Джордж Хоггинсон. Я сейчас не могу вспомнить имена других людей. Там было девять гитаристов. И многие из них были с образованием. В отличие от меня, самый образованный из них сидел слева от меня. Потрясающий гитарист. Я думаю, он преподает в музыкальном институте, IMI. Очень классный гитарист. Все эти музыканты сказали, что обучение чтению нот не представляет собой важности. Обучение чтению – это как вы учитесь говорить по-английски до того, как вы учитесь читать. И вы учитесь из необходимости. Вы учитесь, потому что вам надо знать, как говорить. Вам надо знать, что эти люди, почему они открывают рот и издают эти странные звуки. Это как учиться ходить. Никто из вас не учится ходить. Вы не читаете учебники для этого. Вы встаете и падаете, встаете и падаете. Это то, как я учился играть на гитаре. Учился, как читать ноты и ритм. Опять же, все посредством саксофона. Но я не записываю. Я не записываю музыку на бумаге. Я ненавижу писать. У меня болит рука. Честно признаться, я чувствую, что это неестественно для кисти. Мой большой палец. У меня был тенденит, воспаление сухожилия. Все эти штуки в локтевом и плечевом суставе. Так что мне надо было с этим справляться. Я делал упражнения цигун. Но в любом случае, все они сказали ему, «Нет, надо просто играть». Я выучил аккорды по книге. Я выучил гаммы по книге. Но кто-нибудь может вам их показать. Так что это мой ответ. Когда вы не используете свой усилитель дамбл, какой, по вашему мнению, усилитель подходит? Я до сих пор не нашел. И очень много разных приложений для усилителей. Я пробую и сейчас, верьте или нет. Мне нравится Super Reverb. Очень нравится Super Reverb. Но в нем немного не хватает нижних частот. Для меня он звучит немного без низа. Я думаю, это из-за динамиков. Я привык к двум по 12 дюймов. А эти четыре по десять, они звучат немного без низа. Недостаточно мяса. Так что я использую Super Reverb. Я использую Twins, Hot Rod Deville, особенно модель Michael Handao. Она достаточно хорошая. Очень хорошая. И сейчас я работаю с усилителями, которые называются Little Water. Их делает Фил Брэдбери на Little Water Amplifiers. Они работают в сотрудничестве со мной, чтобы сделать усилитель и кабинет для меня, который бы меня устраивал. И так же все меняется со временем. Вам, может, не будет хотеться играть громко. Я сейчас пытаюсь играть тише. Но всегда, когда я играю, особенно где не предоставляется оборудование, мне нужен даму. Поэтому это нелегко. Я бы склонялся к тому, чтобы посоветовать вам найти то, что будет лучше для вас. Наверное, вы и так это знаете, это просто вопрос, я понимаю. Но да, вам надо иметь хороший усилитель, хорошую гитару, искать свой звук там. И только потом добавлять педали и экспериментировать со звуком. Но сначала вам нужен усилитель гитары. Очень много людей перепрыгивают этот этап развития как исполнителя. Вам надо разобраться сначала с этим. Для меня это, во-первых, означает, насколько громко вы хотите звучать. И, конечно, мне надо, чтобы это было громко. Поэтому Fender Twin будет, скорее всего, ближе. Динамика под 12 дюймов. Я привык к ним очень-очень давно. Как объемно, как громко ты хочешь звучать. Кабинет с динамиками имеет для этого очень большое значение. И мощность, количество ватт имеет для этого тоже большое значение. Ваши гитарные соло великолепные. Спасибо. Они основаны на блюзе, но с оттенком джаза. И в этом отношении, что вы порекомендуете, чтобы расширить музыкальный словарь для импровизации? Уменьшенная гамма для меня это очень важная штука. Учите аккорды. Учите аккорды. Я учил гаммы только для того, чтобы обыгрывать ими эти аккорды. Я так делал. Я просто применял их так же, как я применял пентатонику для блюза. Точно так же. Вам не надо играть все ноты. Сыграйте парочку. Блюз лучше всего звучит, когда он играется в простой манере, с иногда случающимися эмоциональными всплесками ярости. Такая будет у меня рекомендация. Давайте еще три вопроса. Немного про дату выхода нового альбома. Пит, Билл, Кит и Дэррол. Выдет ли он на виниле? Спасибо. Я не уверен. Я никогда не видел винил последнего альбома. Скорее всего нет, не будет винила этой записи. Я надеюсь, он выйдет не позднее июля. Мы только что отдали им мастер-запись. Может, неделю назад. Может, две недели. Так что это займет около шести месяцев. Где-то так. Август или сентябрь. Я надеюсь, они справятся немного быстрее. Если мы не поедем в Японию, Билл и я имеем каждый по 150 копий. Мы тогда их предоставим вам. Хавьер, еще раз. Почему вы сняли пикгард с Эпифона? Он мне просто мешает. Вы также заметили… Я снял его… Я снял, да? Да. Я всегда снимаю пикгарды с Гибсонов. Всегда. Они мешают играть. Я не знаю, я начал это делать очень давно. С моих флэсполов я снимаю. Себастьян и Биета. Привет, Робин. Звучание саксофона в твоем звуке – это сознательный выбор? Или ты слушаешь записанную тобой запись и замечаешь это звучание уже потом, что оно похоже на сакс? Ну, это просто большое влияние на меня. Когда ты играешь, ты не думаешь об этом. Слишком много. Тебе нужна текучесть. Поэтому, когда ты упражняешься, это входит в привычку. Вещи приходят к тебе быстрее. Это связано с тем, что ты играешь то, в чем ты упражняешься. Поэтому, если ты упражняешься в игре гамм, то ты будешь играть гаммы, так? Поэтому надо упражняться, например, блюз – это такой отличный способ для начала игры. Задать темп. Пассажи, которые по звучанию близки к вокалу – такие упражнения. И потом, чем больше ты слушаешь, тем больше ты… Ты просто пытаешься сыграть. Сыграть что-то похожее. И делать ужасные ошибки, в которых становится стыдно перед слушателями. И затем идти и опять играть. И затем идти и опять играть. Это моя история, дружище. Не бояться выглядеть дураком. Вы когда-нибудь заставляли себя писать музыку? Есть ли у вас какие-то приемы для вдохновения? Я должен сказать… Нет, я никогда не заставлял себя писать музыку, но я оставил себе рамки. С этим у людей, вероятно, есть проблемы, я думаю. Если у вас нет сроков, когда вы должны закончить, то вы никогда ничего не закончите. У меня была такая роскошь, как мне ставили сроки в записывающей компании. Надо написать песни для записи. Я выделял… Я буквально выделял три месяца для того, чтобы написать альбом. Я не ездил в тур. Я говорю, окей, в следующие три месяца я буду писать альбом. И потом запишу его на студии, а уже потом остальное время буду ездить в тур с концертами. Поэтому сроки. Не заставляя себя, но заставляя себя естественным образом прийти к цели и достигнуть результата. Поэтому вам надо поставить себе задачу или дать себе мотивацию. Большинству из нас это необходимо. Есть мало людей, кто просто пишет песни. Это их заработок. Они делают это за деньги. Поэтому они много работают над этим. Потому что они этим зарабатывают. Поэтому вам нужна мотивация. Нужен кто-то, кто это будет слушать. Либо тогда зачем их писать? Если только вам не надо, чтобы их слушали, вам и так хорошо. Для меня это работа. Это та работа, которая мне приносит удовольствие. Я начал писать песни, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому я начал сочинять песни с текстами. В случае с инструментальной музыкой у меня просто есть вдохновение. Потому что я люблю джаз. Я хочу делать какие-то вещи, чтобы было как на записях Уэна Шортера. Я писал песни, собирал бэнд порепетировать. Мы играли концерты на выходные. И я хотел играть свою собственную музыку. Это было для меня важно. Еще два вопроса. Какой современный артист? А, насчет этого мы уже говорили. Думаете ли вы в какой-то момент во время игры, какие ноты вы играете в соло, или вы знаете заранее, или все по слуху и по ощущениям? Это ноты, которые входят в аккорд. Есть гамма, которая содержит входящие в аккорд ноты, и вы играете только эти ноты? Вы можете играть любую из них. В этом есть правило, но есть и свобода. Вы можете играть те ноты, которые вы хотите. И вы их группируете вместе так, как вы хотите. И я группирую их так, чтобы было похоже на тех людей, кого я слушаю, конечно же. Но я всегда опираюсь на блюзовую игру. Я использую немного... Для меня джаз это то, что я использую в своей игре как приправу, чтобы заставлять уши людей... Вау, что это было. Понимаете? Но в своей основе я, конечно, блюзовый гитарист. Окей. Я отвечу на этот вопрос. Какого современного артиста вы бы хотели продюсировать? О! Я работаю в качестве продюсера записей, между прочим. Я недавно спродюсировал запись молодого гитариста по имени Даниэль Донадо. Рекомендую найти его на ютубе. Он в инстаграме и везде. Очень хороший молодой гитарист. Очень хороший песенник. Он также вокалист. Даниэль Донадо. Его альбом, скорее всего, выйдет не после июля. Будет выпущен на Компас Рекордс. Я продюсировал альбом Билла Эванса и мой, о котором мы говорили. Также я прямо сейчас продюсирую великолепного гитариста Джона Роргансона. Не знаю, точно ли выйдет он на Компас Рекордс или на 13J. Но сейчас мы развиваем отношения с Компас Рекордс, здесь в Нэшвилле, которых бы я хотел продюсировать. А я не думал об этом, потому что, скорее всего, это не случится. Понимаете, я начинаю работать продюсером с самого ноля. Но, конечно, я вам точно скажу одного, кого бы я хотел продюсировать. Тут в Нэшвилле меня представили группе Time Jumpers. Это друзья Винса Гилла. Винс с ними играет, и там есть музыкант, играющий на стил-гитаре. Его зовут Пол Фрэнклин. И я такой, я бы хотел поработать продюсером с этим парнем. Я столкнулся с Полом в музыкальном магазине здесь, в Нэшвилле. И я сказал, ты когда-нибудь выпускал альбом у Пол? Потому что я их не встречал. А он говорит, нет, вообще-то нет. Говорит, я делал кое-что на YouTube. Мы записали альбом с Винсом Гиллом. Он только что вышел. Он говорит, нет. Я говорю, как насчет того, чтобы сделать со мной? Он говорит, да. Так что я очень взбудораженный. Пол Фрэнклин – это один из самых моих любимых музыкантов, кого я слышал. Играет на стил-гитаре. Просто великолепно. Не только кантри, он может играть все, что угодно. Чаще всего его можно услышать на кантри, концертах. Для меня были очень интересные вещи в Нэшвилле. То, что я делаю, в этом есть что-то такое… Энергетика Американо. Противовес джазовой энергетике, да? Так что я собираюсь продюсировать Пола. В конце мая. Знаете, что я был бы не против спродюсировать очень многих, но этого не будет. Хотя, кто знает. Как только я начну этим заниматься, люди начнут думать обо мне как о продюсере. Может, кое-что и получится? Спасибо за вопрос. Очень интересно. Я не думал об этом. И подумал. Так, еще один. Этот? Да, снова Джей МакЛавин. Как вам нравится жить в Нэшвилле? Это идеальное место для меня, и я хотел бы, чтобы я переехал сюда 15 лет назад. Самое лучшее место для музыканта в Америке. И, в общем, если мы говорим о музыкантах, то это самое лучшее место в мире. Есть Нэшвилл, и есть все вокруг, где все происходит. Вокруг Нэшвилла происходит в пригородах. Я живу в восточной части, которая считается развивающимся бумом тут-бум. Мне это очень нравится. Нэшвилл – это не супер красивый город, не очень привлекательный, с моей точки зрения. Очень много строек сейчас, город растет, автомобильный трафик становится все более плотным. И у нас только что был торнадо. О, боже мой. Прямо тут. Было восхитительно. Так что, если вам не нравится торнадо, в любом случае, я очень счастлив, что живу здесь, Келли и я. Для меня это просто отлично, просто супер. Я бы рекомендовал каждому музыканту, но, конечно, если ничего специфического не происходит там, где вы живете, Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Я жил в этих обоих городах, и мне там не подошло. А Нэшвилл мне подходит прямо невероятно как хорошо. Просто попробуйте. Был еще один, я думаю. Я думаю, у меня начинает пересыхать горло. А, да, конечно. Это, конечно, канал YouTube. Я сделал онлайн-учебный курс на платформе Truefire. Большинство из вас, скорее всего, знают о Truefire Guitar Dojo. А это мой личный учебный курс на Truefire.com. Robin Ford Guitar Dojo. Вероятно, .com. Зайдете на Truefire и там найдете… Да, на Truefire там можно это найти. Это для начинающих студентов и для среднего уровня. Я никогда не стал бы себя рассматривать как продвинутого учителя, потому что я не рассматриваю себя как продвинутого гитариста. Но я думаю, что я смогу хорошо преподавать для новичков и среднего уровня. Прямо сейчас там практически 50 видео доступно. Мы выпускаем одно видео каждую неделю. Каждый понедельник одно новое для начального уровня и одно для среднего. Вы можете посмотреть любой из двух, если вы подписаны. Стоит 15 долларов в месяц. И я общаюсь с людьми там тоже. Имеется в виду… По форме обратной связи. Я слежу за каналом обратной связи и отвечаю на вопросы. Так же, как мы сейчас здесь делаем. Только это не в прямом эфире. Сообщения не в реальном времени. Ответы не в реальном времени. Но я очень этим горжусь. Любой, кто захочет учиться гитаре вместе со мной, это то, чем я занимаюсь. Как я сказал, начиная с самых озол. Так, чтобы новички не боялись подключаться. Хотя я знаю, что для некоторых это устрашающая задача, но я думаю, это потому что они не хотят делать работу. Надо работать. Пальцы будут болеть. Такие вещи. Начинаем с озов и потом… Потом средний уровень. Вот аккорды с разной аппликатурой. Вот что играется поверх этих аккордов. Вот такие вещи. И это будет продолжаться пока, как говорится, пока двери остаются открытыми. Надеюсь, вы подключитесь ко мне. Спасибо большое. И Келли и я очень нервничаем. Я не понял, что я нервничаю, пока камера не включилась. После этого я занервничал. Но думаю, все прошло хорошо. Спасибо большое. Хочу сказать спасибо моей дорогой Келли здесь. А вот она. Спасибо. Окей, всем. Спасибо. Я так рад, что мы это сделали. Спасибо. Выuvre красиво. Она такую красивую «Агрчань», Такое чудово. Видит, фортаж discovered.